Перемирие или переформирование. Зачем стороны в Газе решили обменять заложников? Александр Ставер в военном обозрении за 26 ноября 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу поблагодарить неизвестного за денежную поддержку моей работы через Киви. Огромное сердечное спасибо. Остальным напоминаю, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждается в помощи в распространении публикуемого контента. Спасибо за понимание. Поехали. Поводом для написания данного материала послужило соглашение между Хамас и Израилем о перемирии. Это соглашение представляется многими СМИ как первый шаг к окончанию бойни в Газе. Сразу скажу, я не разделяю оптимизма журналистов таких изданий. Ни Хамас, ни Израиль не заявляли о желании прекратить войну. Перемирие необходимо обеим сторонам для приведения в порядок собственных вооруженных формирований, изрядно потрепанных в ходе полуторамесячных боевых действий. Обе стороны не готовы к ведению долгосрочной войны без помощи со стороны. Напомню, большинство войн Израиля это короткие по времени стычки. А то, что было более или менее длительной войной, как война с Египтом, на самом деле сводилось к периодическим обстрелам друг друга, не более того. Увы, но мирные граждане Палестины и Израиля сегодня выступают всего лишь платежным средством, которое используют стороны для решения вполне понятных проблем в военной и внутриполитической сфере. Руководству Израиля война необходима, чтобы сохранить власть. Без реальной победы Нетаньяху долго не просидит в своем теплом кресле. Руководству Хамас также необходима война для того, чтобы втянуть в конфликт другие арабские, а лучше исламские государства. Сунетский Хамас пытается втянуть войну шиитский Иран. В целом, Хамас сегодня для некоторых это станет неожиданностью, занимается подрывом единства НАТО и использует для этого Турцию, как естественного союзника своей организации «Братья-мусульмане». В самом начале войны я писал, что в данном конфликте нам нет необходимости поддерживать какую-либо из сторон. Израиль при сохранении доброй улыбки на лице активно помогает киевскому режиму. Хамас? Так спросите ребят, которые воевали в Афганистане в последние десяток лет, скольких представителей этой организации они видели среди маджахедов. Да и те, кому довелось узнать, что такое сирийское солнце, могут ответить на этот вопрос. Да и вообще, Хамас – это выкормыш Израиля, который был создан для противостояния ООП Ясера Арафата. Правда, первоначально, внешне, это выглядело как очередная благотворительная организация, но… Напомню один эпизод из истории Израиля, в котором замешаны все упомянутые стороны. 1984 год. Израильские спецслужбы узнали о складе вооружения, которое принадлежит Хамас. Тогда эта операция выдавалась за достижение израильских спецов. Но сегодня уже никто не скрывает того факта, что информацию израильтян там слили члены ООП. Склад обнаружили в одной из мечетей. Имам был арестован, но отпущен. Знаете почему? Да просто он заявил, что оружие ему необходимо для борьбы с ООП. Не надо иметь семипядий во лбу, чтобы предположить, что после перемирия конфликт будет затихать. Думаю, все произойдет наоборот. Перегруппировавшись, обе стороны усилиют противостояние. Война разгорится с новой силой. СМИ пишут о том, что в Израиле проходят массовые демонстрации против войны. Но забывают, что точно такие же демонстрации проходят и за полную победу над Хамасом. Общество разделено. По американским подсчетам, соглашаться с этим или нет – ваше дело. 85% израилетян выступают как раз за войну. И еще одно заявление меня поразило. Сегодня большинство израилетян с гордостью заявляют о том, что для их страны главное – это жизни собственных граждан. Кстати, многие наши политики используют такие заявления для повышения собственного рейтинга. Вот Израиль – не Россия. Но как тогда понять слова Нетаньяху о десяти заложниках за один день продления перемирия? Полтора месяца назад я писала о том, что руководству Израиля глубоко плевать на своих заложников. Сколько их освободят – неважно. Спасут одного – хорошо. Спасут сотню – тоже хорошо. Не спасут – ну что же, это террористы виноваты. Интересно, а что мешает Нетаньяху не стрелять, пока всех заложников не освободят? Подгорает под собственным задом? Почему соглашения не заключали раньше? Вполне законный вопрос о том, почему для Израиля так остро встал вопрос о заложниках именно сейчас? Почему об обмене не говорили с самого начала войны? Выскажу свою точку зрения по этому вопросу. Тель-Авиву важно было получить преимущество, именно военное преимущество, для того, чтобы разговаривать с позицией силы. В принципе, тут просто напрашивается аналогия с действиями Киева в этом году. Это обычная практика израилетян во всех предыдущих войнах. Поставить противника перед фактом собственного превосходства и заставить принять собственные условия. При заключении данного соглашения мы это увидели воочию. Нетаньяху позволил себе диктовать условия продолжения перемирия. Заметьте, вернусь к написанному выше, никто не говорит об окончании войны. Ни Израиль, ни Хамас даже не зарекаются об этом. Одна сторона говорит о полном уничтожении противника, что в принципе невозможно, хотя бы потому, что руководства Хамас нет в Газе. Израильтяне, убивая простых палестинцев, делают вид, что убивают саму организацию. Задача убрать из Газы все население и освободить территорию. Есть еще одна аналогия с Украиной. Помните, как жили евреи и палестинцы до начала войны? Многие арабы работали в Израиле, жили в Израиле. Народы вполне мирно сосуществовали друг с другом. Что произошло после 7 октября? Евреи и палестинцы вдруг все забыли. Вдруг возненавидели соседей лютой ненавистью. О 85% я упомянул не просто так. Ведь и среди этих людей есть те, кто не просто сосуществовал, но и дружил с арабами. Примерно то же самое мы видим на Украине. Я не про солдат на фронте. Я про тех, кто находится якобы под бомбежками российских ВКС. Их ни разу не бомбили, но они под бомбежками. В принципе, я понимаю, почему так происходит. Задача пропаганды сделать из противника врага всего народа. Таким образом, можно обеспечить собственное превосходство мотивации повысить боевой дух на фронте и в тылу. Если же у людей не будет чувства превосходства над противником, враг станет действовать наглее. Это прекрасно нам продемонстрировали немцы в 1941-1942 годах. Если посмотреть израильскую прессу сегодня, то можно заметить, как поменялась риторика материалов. Теперь основным трендом статей стала скорая победа над террористами. Дни Хамас сочтены, террористы бегут из газа и прочее. Это и обусловило такое количество сторонников войны. Почувствовать себя хоть как-то причастным к победе хотят все. Америка наша – все. По данным из открытых источников, Израиль уже зарасходовал на войну 45 миллиардов долларов. Треть из этой суммы компенсирует США. То есть, Вашингтон взял на себя часть военных расходов Израиля. В принципе, Израиль ежегодно получает существенные суммы из Америки. Так что в спонсорстве США ничего нового нет. Совсем другое дело – военная поддержка. Прямое участие в войне американских военных. Не секрет, что американцы активно помогают Сахал в области разведки. Американские самолеты кружат в районе боевых действий практически постоянно. Об этом Пентагон как-то молчит. Чем могут помочь американцы? Я уже писал о том, что морпехи, находящиеся на кораблях авианосных групп, не в состоянии как-то изменить ход войны. А вот авиация может оказать существенную помощь. В отсутствии каких-либо серьезных ПВО у Хамас, авиация стала чуть ли не решающим фактором израильских побед. Недавно в прессе появились сведения о том, что в дело вмешалась всемогущая компания «Вагнер». Правда, ни одного факта западные разведки привести не смогли. Поясню, в чем суть. Музыканты якобы передали Хезболе комплекты SA-22 Greyhound, известный нам как «Панцирь-1С». Утка помогает американцам не выполнять требования израильтян по практической помощи. Пентагон помнит, кто отправил в плавание их БПЛА репер в Черное море. Та же история происходит со вторым авианосцем Джеральд Эрд Форд. Вроде бы и готов идти к берегам Израиля, но всегда что-то мешает. Как знаменитому танцору из анекдота, Пентагон практически два месяца готовит группу. В целом же это выглядит крайне нелепо. У нас есть кулак, который мы можем врезать, но он пока не готов к удару. Примерно так. Продолжение следует, но какое? Не думаю, что когда Нетаньяху затевал такой ответ на атаку террористов в Хамас, он понимал, что война может так затянуться. В начале войны я писал о том, как позорно провалили свою работу израильские спецслужбы и Цахал. Но могло ли такое произойти без ведома главного союзника Израиля? Кто-то еще не знает, где сидит руководство Хамаса? Кто-то сомневается, что Катар – союзник Соединенных Штатов. Выскажу крамольную мысль. Все все знали, и конфликт был выгоден. И США, которым необходимо красиво уйти из Украины, и Нетаньяху, под которым стул не просто качался, он трещал, и Хамасу, о котором стали забывать. Все хотели быстрой войны. Но план провалился. Случилось ровно то же, что произошло на Украине. Вместо быстрой победы война стала достаточно затяжной и затратной. Как ее закончить, пока не знает никто. Нужна победа. Но любая победа израильтян станет первой. Александр Ставер Перемирие или переформирование. Зачем стороны в Газе решили обменять заложников? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова